привет всем здравствуйте сегодня у нас эфир посвящен этой маленькой промежуточной коллекции которая у нас выходила не так давно и сегодня я поработаю с этой коллекцией только тремя оттенками зеленым вот таким белым и фиолетовым и в рамках именно этих трех цветов я сформировала гамму вот решила 3 4 вернее оттенок не добавлять остаться в рамках 3 вот но почему потому что я его просто забыла у меня нет этого четвертого цвета к сожалению он не есть слава богу на выкраске слишком много прямых эфиров мне кажется надо немножко сократить их да кто сегодня был кстати на прямом эфире в контакте у тагуи сегодня тоже в контакте были и прямые эфиры здесь сегодня эфир веду я и так оттенки коллекция называется viva ладива сюда входят не пастельные цвета как мы привыкли такие прям ярко выраженные выберем и такой средний выберенность цвета кроме вот такого вот цвета даже не знаю как его назвать он и не розовый он и не белый что-то среднее очень напоминает цвет таких розовых сливок вот кстати розовые сливки можно даже так назвать я на той неделе делала как-то дизайны посвященные только вот этому зеленому цвету из этой коллекции это номер 377 тоже прикольно получилось единственное я не помню где я работала я по моему в контакте вела эфир и мы делали только зеленым вот этим цветом разные вариации дизайна и так поехали типчики делаем быстро то что мне сегодня еще один эфир для клуберов сегодня будет еще эфир для клуберов так у меня с жвачкой напряженка уже не знаю откуда ее отковыривать эту жвачку как вам эфира в такое позднее время пишите так сделали итак первый вариант сделаем с фиолетовым мы сделаем по центру такую асимметричную неровную дорожку конечно лучше делать сейчас не кисточка из флакона на самом деле когда вы будете работать с клиентом кисточка из флакона в данном случае не совсем удобно будет сейчас на типсах удобно сделали сушим так и параллельно делаем с вами второй вариант пишите как вам в такое время выходить здесь в контакте так второй вариант попроще для него нам понадобится палитра как всегда бейс и милак у меня с потеками последнее время постоянно дизайны это как не основной элемент а как знаете дополнительный элемент фона дополнительный элемент фона берем было номер 377 он сейчас на обоих типсах пригодится сейчас посмотрите как выглядит просто на пустом ложе и как выглядит на фиолетовом цвете и вот у нас два ноготочка мы сейчас подготавливаем только фон дизайн у нас сегодня будет с декорациями так топ слайдер берем топ слайдер ну не сильно тонко но и не жирно сильно тонко и не жирно вот я люблю последнее время постоянно вот эти детали добавлять с размытием просто как элемент фона все равно сейчас уйдет на задний план и будет как элемент пятна цветного и то же самое делаем здесь здесь только делаем на чистом фоне время на чистом ложе и тот же самый колер посмотрите как разница выглядит разному дизайне читаются вообще вот прям вот вообще по-разному сделали это же сушим так и теперь берем цвет который видите он мне здесь такой как основной получился почти во всех дизайнах это вот этот светлый оттенок бани то номер триста восьмидесятый вот я называю его больше такой знаете не бани то какие-то розовые сливки такие розовые сливки видимо все присоединяются и присоединяются видать не пашет instagram совсем что люди не видят этот эфир что постоянно идет присоединение да я надеюсь все будет хорошо так даже это решила не делать сильно ровно думают чуть-чуть асимметричности хочется добавить вот пусть так чуть-чуть покривее будет так сушим так и здесь делаем то же самое это же можно взять чуть-чуть асимметрично уже сушу теперь теперь нам нужно сделать участвует вариант пока 3 не делаем нам нужно раздеть добавить стемпинг стемпинг предлагаю добавить вот такая у нас пластина есть называется паттерн и здесь вот такой идет очень интересный рисунок такой рисунок породы дерево в разрезе можно еще какой-то лунный рисунок прикольный так и я предлагаю сделать именно лаком сегодня не пастой сделать лаком тем более нам там совсем нужно чуть-чуть кусочками берем белый лак для стемпинга номер 01 лаком надо просто быстро работать нужно просто быстренько работать чтоб все уже а и самое главное что мы с вами не сделали перекрыть текласом не люблю перекрывать текласом перед тем как делать стемпинг все это такой у нас будет прям окончательный фон после мы начнем с вами делать дизайн суши так все открыли лак открыли слева пластина справа штампик справа пластинка чем будем убирать излишки все все приготовили да что ж такое сегодня все присоединяются только и присоединяются до все видно просто телефон в руки попа возьмешь теперь сегодня хороший все окей я свяжу катеша короче все хорошо ну ладно поехали тогда все у нас подсохло нам нужны вот буквально кусочки видите здесь я сделала не на весь ноготочек а только с левой части ну чтобы он здесь чуть-чуть вот так наслаивался переслаивался так а здесь я предлагаю тоже так захватить чтобы это не везде прям было так чистим это одно степеньки раздражает что вот это еще не надо постоянно протерял на принципе все дело привычки чуть-чуть тоже добавить чтобы перехлёст получился вот этого розового и кусочки белого на прозрачную вот там и там добавили все теперь вот здесь к фиолетовому классно добавить вот эти слайды привет заю что случилось даш выйди пожалуйста костику что-то у него там произошло так и здесь я предлагаю фиолетовый цвет поддержать фиолетовыми слайдерами смотрите это это у нас гортензии номер восемьдесят четыре гортензии номер восемьдесят четыре поэтому что мы сейчас с вами давайте в некоторых местах добавим как раз вот эти гортензии можно единственное придется еще раз теклас наносить сушим так а здесь сразу предлагаю теклас а даже не надо текла сразу шермикон у нас же был до этого здесь текла а здесь прикольно добавить вот такие шермиконы называются цветы черные номер сто семьдесят шесть цветы черные номер сто семьдесят шесть так как у нас там уже текла сбок мы только стемпинг отпечатали вот мы сейчас добавим такие вот прикольные листики потом кстати при желании если хочется можно разукрасить весна дайте лаку подсохнуть чтобы там не дай бог на мокрый лак не получилось что вы приклеили есть прямо четко по границе когда делаешь несколько техник в одном дизайне дизайн получается сложный хотя на самом деле технически каждый слой он примитивно простой там разводы по мокрому просушили стемпинг просто в один присес сделали лаком просушили и шарми кончиками все это закрепили и получается такой конструктор вроде казалось бы сами по себе этапу этого конструктора примитивные простые но выглядит сложно красиво так и есть как раз мы вырезаем только гортензии фиолетовые чтоб фиолетовый цвет поддержать здесь вот хорошо букетики и отдельные цветочки вот только фиолетовый это гортензии номер 87 они кстати когда вышли весной закончились и мы это уже следующий тираж допечатали не все правда допечатали но вот конкретно цветы гортензии допечатали не на белой подложке поэтому очень удобно можно работать также стемпингом раз у нас сейчас штампинг мы используем давайте его и будем использовать для дизайна так куда еще добавим эти белая подложка позволяет сделать приклеивание слайдера на даже очень любой фон ультрабонт так сама главное сейчас лак не повредить все его теперь я быстренько пока у меня лак от ультрабонта не потек нанесу т-класс и вот здесь уже как раз можно сейчас шарми кончики как приклеить эти послойность разные это вариант мы быстро завершили сегодня до часа где-то вариант мыши шарми кончиками и вот у нас третий вариант когда мы наоборот начинаем со стемпинга а потом делаем покрытие так а вот этот вариант мы сейчас сделаем наоборот так много точек так Это хороший шармикончик, прям отличный, ой, прям отличный. Ну, я здесь другие элементы брала, вот тоже. Я еще предыдущий эфир, который вчера делала со стемпингом, не успела выложить. Так, и здесь, значит, как делаем. Так. 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 вот нам сейчас пригодится вот этот фиолетовый цвет и тоже можно асимметричный край сделать номер 379 все то же самое только немножко поменяли послойность сначала стемпинг потом покрытие и здесь у нас нет разводов с вами вот и здесь нет разводов есть можно элементы пятнами добавить гель-лак и потом в эти места наклеить черные шермиконы получается тоже кстати прикольно я изначально так не хотела делать вот как-то интересно получается поэтому сейчас предлагаю взять зеленый 377 просто акценты поставить сушим сушим сейчас тоже предлагаю пройтись топ слайдер добавить чтобы разбросать нашу гортензию вот красиво когда цвет слайдеров поддерживается цветом гель-лака уже кстати было бабочек добавить я бабочек не добавила так топ слайдер максимально тонко надо постараться чтобы лишние толщины не было топ слайдер так этому в ладичку неожиданно то что и розовый цвет этой коллекции вела вела ладива я забыла ну ничего страшного я уже проводила эфир с этой коллекции делала дизайн вот если ленту чуть-чуть вниз отмотать то вы найдете эти цвета еще раз это номер 377 зелененький это номер 379 фиолетовый номер сливок такие белые сливки с розовинкой номер 380 и здесь нет оттенка 378 378 это как раз вот этот вот розовый симпатичный мне даже нравится что сегодня розовый розовый не участвует в дизайне это хорошо так и также штампиком удобно все сделали разбросали все теперь можно снова теклас так ультрабондом обрабатываем сначала видите ультрабонд обязательно уже после ультрабонда когда покрытие они полно это очень удобно вы экономите очень много времени вот иногда проще сделать какой-нибудь дизайн покрытие вернее с дизайном чем сделать полноценное покрытие от кутикулы до свободного края самом деле поэтому вот такой вот вариант когда у нас отсутствует покрытие часть дизайн это просто на голом ноготочке у нас идет стемпинг это очень удобно господи дедут уже испачкала ноготь так и шармикончик мы снова берем и этот же напомню это цветы черные номер сто семьдесят шесть цветы черный номер сразу выложите пожалуйста блин я еще вчерашний эфир не выложила ладно можно в принципе этот эфир выложить сегодня хотя сегодня умножить два эфира сегодня утром я кстати выложила тоже эфир который вела на этой неделе не успела его выложить тоже обязательно сегодня зайдите посмотрите так и вот такой вот листик где клейте шармикон векторный дарить принципе рисунок такой вот векторный в том месте где пятно цветное находится это очень интересно получается все тоже дизайн готов вот сегодня мы сделали дизайн только с тремя оттенками гель-лака так получилось даже красиво получилось по цвету хотя коллекция она не предполагалась что ею делать дизайн до ее выпускали как подборка цветов на эту весну симпатичную вот но она очень хорошо вот например если отсюда красный убрать вот раз два три красивые сочетания дизайна получается вот где-то недели три назад я вела эфир с четырьмя цветами в принципе тоже симпатично но мне нравится когда только три цвета из этой коллекции мы используем для дизайна вот ну а так они просто классные самостоятельные цвета на эту весну лето viva владива всем хорошего вечера